Приветствую вас! Вы, наверное, знаете, что женщины – существа очень практичные и не отмечаются такой солидарностью, преданностью, иногда во вред себе, как мужчины. Это то, что отличает женщин от мужчин. И именно поэтому дружба между женщинами в принципе невозможна. Женщины общаются друг с другом до тех пор, пока это соответствует их интересам, пока им выгодно, комфортно, удобно и так далее. Но никогда женщина не будет в критической ситуации поддерживать другую женщину, если это во вред ей. Поэтому то, что ваши отношения с девушками другими разрывались, говорит как раз таки о том, что вы стремились сблизиться с ними так, как они с вами сблизиться не хотели, потому что это было в ущерб им. И сказать, что когда-то будет иначе, значит дать вам пустую надежду. В действительности это не так. Не будет по-другому иначе. Женщины так устроены. Вы можете общаться с другими девочками. Помогать им. Они вам будут помогать. И все будет хорошо. До определенного ключевого момента, поворотного, важного для другой девушки. И вот тогда на свет всегда выступит та самая зависть, о которой вы говорите. Либо зависть, либо соперничество, либо что-то еще. Но женщины именно так, к сожалению, и устроены. Говорить о дружбе можно либо с кем-то, кто мыслит так же, как вы. А это можно проверять только в общении. Либо с мужчиной. Потому что мужчины в силу своего устройства в психике дружат гораздо лучше, гораздо более эффективны. И по сути могут быть куда более преданными, чем именно друзьями, преданными друзьями, чем женщины. Именно поэтому больше известны случаи дружбы мужчины и женщины. А вот женщины, женщины это всегда коллектив. Это коллектив. Да, коллектив хорошо общающийся, да. Коллектив с общими интересами. Но никогда в этом коллективе не будет какого-то такого, знаете, душевного, духовного единства. Потому что члены коллектива всегда друг друга поддерживают постольку, поскольку это выгодно есть. Вам просто нужно осознать, что женщины, другой женщины, дружба не такая. Как вы, может быть, вы ее видите? Женщина дружба это всегда общение, взаимовыгодное, взаимополезное и обоюдно как бы прогрессивное. Но никогда женщина не будет дружить в ущерб себе, другой женщины. Так уж они устроены. Потому что, если женщина дружит с другой в ущерб себе, она моментально видит, что она хуже нее. А это для нее недопустимо. И отсюда возникает ссор. Поэтому, что-то с вами происходит, это совершенно нормально. У вас проблем, по вашему описанию нет. Может быть, только склонность к свободе. То есть, излишняя вот эта вот независимость, которая может не нравиться другим девушкам. Но опять-таки, почему эта излишняя независимость не нравится другим девушкам? Потому что они вам завидуют. Они-то не такие, как вы. Они-то более зависны. Они-то склонны к давлению со стороны, а мы-то нет. Вы лучше их. И они с вами вас, они себя с вами сравнивают. И в результате этого происходит то, что происходит. То есть, конфликт. Поэтому к этому относиться надо спокойно, философски. Общение с другими девушками поддерживать. Стараться находить общие интересы. Но никогда, никогда не доверять таким девушкам, любым девушкам полностью. Потому что, еще раз говорю, всегда женщина себе на уме. Когда дело касается другой женщины. И женщина, если это не родственник. Причем близкий родственник. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.